Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова. И сейчас мы продолжим нашу холодную стратификацию кедровых орехов под снегом. Как вы помните, в первой серии этого фильма мы замочили кедровые орешки в снеговой воде и 4 дня выдержали их при температуре от 10 до 15 градусов. Вот они мокли 4 дня, вот такими вот они стали. За время замачивания, ну, я думаю, процентов 80 орешков опустилось на дно, но я их все, вот все замоченные орешки, я все их извлекла, сейчас я их все заложу в снег на стратификацию. Значит, вот они, какие они есть, влажные орешки. Мы их просто освободили от той воды, в которой они замачивались. Теперь мы берем снег, хороший, чистый, красивый снег. И в него орехи помещаем. Замачиваем, вернее, замешиваем орехи в снегу, вот так вот перемешиваем их со снегом, чтобы получилась такая единая масса, чтобы все простые пространства между орехами были заполнены снегом. Это нам нужно для соблюдения температурного режима стратификации. Потом берем жестяную банку, ну, можно простую консервную банку, я просто взяла для того, чтобы у меня такая симпатичная баночка жестяная есть. Это наша защита от животных, для того, чтобы мышки, белочки, какие-нибудь полевки не съели орешки за зиму. Им очень хочется их скушать. Вот чтобы они до них не добрались, мы берем такое защитное устройство, такое делаем. И орехи вместе со снегом в эту емкость вот так вот набиваем. Вот здесь совершенно непринципиально, чтобы они равномерно как-то были размешаны или что-то еще. Но старайтесь, чтобы воздуху поменьше оставалось там. Все вот так набили, уплотнили, потрамбовали, вот все орешки туда поместили. Вот. Сейчас я выйду на улицу, набью эту банку снегом до конца, прикрою кусочком металла, у меня есть вот плотненько так прикрою, и закопаю в сугроб на глубину хотя бы 50 сантиметров под снегом. Но у меня уже повыше есть, я уже сугроб расчищала, снег тут у себя в саду, сугроб повыше уже, у меня уже будет около метра снега над ними, ну хотя бы 50 сантиметров. Если вы стратифицируете где-то в городе и будете выставлять на балкон, то постарайтесь, чтобы снега сверху было побольше. То есть просто вот эту банку внутрь сугроба. Уплотняете снеговую кучу над ней. Если у вас в ваших местах бывают зимой оттепели, постарайтесь чем-то еще укрыть это. Можно слоем опилок, например, засыпать слоем опилок толщиной хотя бы сантиметров 5. Что это даст? Это даст то, что при оттепеле снег не будет таять. То есть ваши орешки будут находиться как бы в термосе, в таком холодовом, в холодильнике, в термосе-холодильнике таком всю зиму. И так мы их оставим до весны. Весной, когда снег растает, когда земля оттает, уже достаточно для того, чтобы посеять орехи, в этот самый момент мы их извлечем из этого контейнера и просто посеем в землю. Но это я уже покажу в третьей части фильма про посадку кедровых орехов. А сейчас на этом мы заканчиваем холодную стратификацию, вернее не заканчиваем, заканчиваем фильм про холодную стратификацию, а саму холодную стратификацию только запускаем на несколько следующих зимних месяцев. Всего вам доброго, дорогие друзья! Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, на ютубе ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал. Будет еще очень-очень много интересного. Продолжение следует...